Это одна из важнейших ролей, с учетом того, что это все-таки заболевание опорно-двигательного аппарата. Мы учим кого-то чуть лучше ходить, кого-то чуть лучше двигаться, а кого-то заново вообще понимать и вообще воспринимать этот мир. Количество, как говорится, инструментов для достижения огромное и методик полно. И система по Войта, система ЛФК по Войта гимнастике, а система гимнастики по Боботу. Ну и вообще, если честно, чаще всего инструктор ЛФК в своей работе производит такой некий синтез. Ведь двух одинаковых детей не бывает, двух одинаковых диагнозов не бывает, хотя он один. Двух похожих детей из ДЦП никогда не встречается. Поэтому всегда приходится синтезировать методы, что-то ты достигаешь с опытом, какие-то моменты. Всегда, всегда, всегда что-то новое бывает. Вот как раз-таки в этом вся загвоздка и заключается. Потому что очень часто родители все силы, деньги, время вкладывают в какую-то цель, которую они пытаются достичь. Иногда это бывает либо сложно достижимая цель, либо иногда может быть даже недостижимая цель, которую они перед собой ставят. Вот. И наша задача поставить правильную цель, в первую очередь, перед родителями, чтобы они понимали, что нужно двигаться в этом направлении, в правильном направлении. Ну, например, когда мы понимаем, что, ну, например, вероятность того, что ребенок будет ходить, достаточно невелика, предположим так, да. Мы пытаемся объяснить родителям. Но ребенок, скажем, очень умненький, он когнитивный, абсолютно сохранный. Мы объясняем родителям, что давайте мы не будем сейчас тратить все ваши силы, все ваши возможности, ваше время на то, чтобы пытаться научить вашего ребенка ходить. Давайте мы научим ребенка делать то, что он может делать и то, что пригодится ему в жизни. Для нас очень важно определиться с целью, то есть, к чему мы идем. Мы должны добиться того, чтобы ребенок чувствовал себя абсолютно нужным и важным человеком в обществе.